Добрый день! Меня зовут Мария. Я продолжаю играть в игру 150 заданий вышивальщицы. Напомню, раньше был такой плакат в магазине «Я вышиваю», но сейчас его нет. Поэтому я переписала просто задания. Я попросила, мне их дали. Я обращалась к Евгению Золотаревну, потому что сейчас нет продажи этого плаката. Да, есть плакат «Тьма». Я его купила, я его буду проходить. Как только приеду в Самару, я его возьму, буду проходить. Ну, пока вот я прохожу такие 150 заданий. Мне игра нравится, я с удовольствием в нее играю. В общем, давайте я приступлю. Буду, извините, у меня ход пришел. Ну, естественно, я же начала снимать, поэтому как же без Лёва-то? Без Лёва-то никак. Так, у меня здесь сколько? Вот, вот. И закрыть квадрат 10 на 10. 125 задание. Закрыть квадрат 10 на 10. Опа. Где бы его можно было бы сделать? Закрыть. Закрыть квадрат 10 на 10. Ну, вот если на многоцветке, да, это будет тяжело, потому что все-таки не маленький такой, да, участок и все-таки одиночки. Я сейчас вот в этом месте вот работаю. Закрыть квадрат 10 на 10. Наверное, знаете, где его будет проще сделать? Вот здесь, наверное. Здесь все-таки, ну, примитив. Ну, это уйдет время на выполнение этого задания, потому что, мне кажется, это, да, это не маленькое такое задание. Ну, давайте мы с вами пройдем к этой работе, потому что она у меня на станке стоит. Итак, пока я шла к работе, до меня дошло, что квадрат 10 на 10, это не как вот я обычно делаю, да, вот, например, от 20 до 30, там, от 10 до 20, от 0 до 10, и также вот, ну, ширину и высоту, естественно, также. А квадрат 10 на 10, это вот обычный такой квадратик на двошади. То есть, понимаете, если я, ну, до меня только сейчас это дошло, а не когда я тянула задание. То есть, если я вот так вот сделаю, вот вышью вот здесь, вот, это и будет 10 на 10. Ну, давайте, так как здесь вроде как уже в этом квадрате 10 на 10 сделаны какие-то такие вот, вот, давайте я вот полностью забью вот этот вот цветочек или, как его назвать, ну, элемент. И у меня будет квадрат 10 на 10, или вот здесь вот фон, да, вот так вот, если вот я, грубо говоря, выделю вот так вот, 10 на 10, вот фон здесь или здесь, это будет квадрат 10 на 10. Так что, да, давайте я приступлю к выполнению этого задания. И вернусь к вам уже с выполненным. Итак, я к вам вернулась. Я думаю, что я с заданием справилась, да, то есть, я не стала вам показывать весь сэмплер. Я показывала вот этот момент, в общем, вот квадратик 10 на 10, он выполнен. Даже если вот здесь были какие-то там вот крестики уже вышиты, я компенсировала другими крестиками. То есть, я, конечно, понимаю, можно было бы вернуться с отшитой тысячей, или, я не знаю, но не было же сказано 10, выше 10 на 10, не было сказано крестиком, просто выше 10 на 10. Я вышила. Поэтому, несмотря на то, что это гобеленовый стежок, я это сделала. Я не стала удваивать, как я делаю это обычно, да, если задание в крестике, я обычно, если вышиваю на гобеленовом стежке, я удваиваю задание. Нет, я вот, сегодня я прям по минимуму, по минимуму прошла, скажем так, по полосочке пододненькой. Ну, ладно. Он вообще, конечно, класснючий, даже говорить нечего. Ну, вот, обидно, да, то, что вот можно было бы фон зашить, но опять-таки, вот здесь вот. Да, какая разница, то ли здесь я фон зашила, то ли вот здесь я это выполнила. Я же это сделала, сделала, 10 на 10 и выполнила, то есть вот блоком упала, вот таким вот блоком, да, уже на вышивку упала. Какая разница, вот в этом месте это бы упало, или вот здесь это упало, мне кажется, разницы вообще никакой нет. Белка, конечно, прикольная, бешеная вообще, абсолютно бешеная белка. Из-за ледникового периода, как я уже и говорила. Надеюсь, следующее задание, которое я буду тянуть, потому что это уже вторая серия, да, когда я начинаю с этого сэмплера. Свои, ну вот, цикл из пяти заданий, да. Надеюсь, что выпадет, как в прошлой серии, выпадет задание, которое я смогла бы на другом сэмплере, вот, который тоже редко беру в руки, но который тоже от Scarlett Letter, NMAD. Нет, если бы что-то выпало такое, чтобы я могла там CanMAD это привязать, это было бы классно. Я бы этого очень хотела. Ну, посмотрим, посмотрим. А сейчас я перемещусь за письменный стол, потому что я тяну задание со штатива. Итак, задание 125 мы выполнили, квадратик закрыли, 10 на 10. Ну, давайте будем тянуть следующее задание, да. Давайте отверну, чтобы вообще все честно-причестно. Ты мне и так честно-причестно, но так две. Ну, вот так вот давайте. 150 крестиков серым, 150 серым, серым-серым-серым. У меня вот прям серого цвета нет. Вот здесь вот, если только повыбирать что-либо, потому что здесь вообще серого нет. Здесь тоже серого нет. Здесь вообще вот в самом начале. Здесь тоже серого нет. Давайте сейчас посмотрим здесь. Ну, вот давайте, да. Ну, он не вот прям серый. Вот здесь он где-то. Здесь наверняка какие-то бленды это. Я так думаю. Да нет, 646-й. Ну, наверное, здесь вот как раз вот что-то я смогу выловить. Так. И давайте вам сразу покажу, сколько у меня сейчас. То есть вот у меня какая. Да, осталось. Вот 60581 вышито. Значит, 150 серым. Ну, вы знаете, если я здесь наберу 155-ито в сером, уже хорошо. Если, ну, только ближайший какой-нибудь зашивать, чтобы было 300 у меня. Ну, вот если вот это вот серым считать, то вот рядом вот какие-нибудь вот такие вот. Тогда да. Тогда и вот сюда куда-нибудь еще, да, если я проплясую. Ну, а может и наберу 300. Не знаю. Потому что вот это у меня, он у меня не серый цвет. Это 712. Просто я его выделила, чтобы неудобно было вышивать. Ну, постараюсь набрать 300. Ну, посмотрим. В принципе, да. Я же не отказываюсь сейчас 300 вышить. Главное, чтобы они были у меня. И эти 300 здесь. Ну, посмотрим. Чем так интересно, надо же. У меня и серого, оказывается, нет. Вот. У меня было очень много серого, когда я вышивала лукас. Вот теперь вот там была. Она вся была серая. Серый-белый-черный картина, да. Ну, посмотрим. Теперь постараюсь полулавливать. Скоро вернусь, через минутку к вам скажу, наловил ли я или нет. Пришла с отчетом. Она даже разговаривает. Так что, я отчиталась, буду тянуть следующее задание. Но я, конечно, еще посижу, повышиваю здесь. Но это уже в другом месте, другим цветом, как говорится. Задание 48 и 150 серым выполнили. Записали. Осталось еще 3, да. Выполнить задание. Давайте приступим. Будем вытягивать. Вот. Осталось 3 задания. И нужно будет выпускать очередную серию. Так, чтобы поймала. 16. 66 крестиков. Цвета хаки. Цвет хаки. Это раз такой зеленый, да. Зеленый-желтый, можно сказать. Зеленый-коричневый. Так, так, так. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, здесь-то я точно могу найти цвет хаки, однозначно. Здесь. Я вот в этом месте работаю. Нет, здесь я не выловлю. У меня здесь не будет. Здесь точно нет цвета хаки. А здесь я сижу на горе. Я сижу на горе. Не получится. И здесь я где-то на желтеньком. Сижу. Где-то на желтеньком. Ну что, может, действительно здесь повылавливать цвет хаки? Давайте здесь, потому что, в принципе, вот здесь вот он где-нибудь будет. Я-то сейчас вот в этом месте работаю. Я вам показывала, да. Давайте напомню, как выглядит работа. Просто я еще после того, как сняла, я еще повышивала. Но я уже вышивала другим цветом, да. Я-то показывала вам здесь серый, чтобы, ну, видно было. Итак, цвет хаки. Мне кажется, вот здесь где-то я смогу выловить. Вот видите, вот примерно вот такие оттенки. То есть, по логике они должны здесь быть. 66, это у нас будет 132, да. Аппетита. Сила выполнять задание. Выбирать вот эти вот 66 крестиков цветом хаки на своем, на своем многоцветке. По картине Афремова. И сюрприз. То, что я вам показывала, там абсолютно не цвет хаки. Там номер 400 ДМС и 300. То есть, вы прекрасно понимаете, что это прям такой кирпично-коричневый, да. Вообще не цвет хаки. На других ассамблерах, я вам сказала, у меня его нет. Вот здесь у меня, в принципе, можно было бы, где-то вот я находила такой цвет, более-менее похож на цвет хаки. Но его тоже нет. Он будет где-то разбросан вот по низу. В общем. Но у меня есть такой, да, в правилах игры. То есть, если мне невозможно выполнить задание, то я должна нашить штрафных 500 крестиков. Давайте на этом ассамблере я нашу 500 крестиков, 1000 аппетитов. И таким образом я перекрою задание. Но нет у меня цвета хаки. Ну вот, что же мне делать? Даже не знаю. Даже не знаю. Где бы я могла его приманить и найти, на какой раб. Но нет. У меня сейчас нет нигде цвета хаки. Просто нигде нет. Поэтому давайте 1000 я сделаю. Мне его тоже надо вышивать. Этот ассамблер. Да, Лёва согласен. Лёва согласен. Лёв пришёл, встал под этот. И он просвечивает, да. Он встал у меня. Да. Под мой амур. Не мяукает. Я не знаю почему. Но вот его же не было. Я начала снимать. Вот так вот всё рассказал вам. Всё рассказал. Он на меня, наверное, жалуется. Я не знаю. Но как-то покошачь. Он прям пообщался. Ещё со всеми. Я не знаю, как он это делает. Вот его не было. Начала снимать. Он пришёл. И тут он с первого этажа на третий пришёл. То есть его здесь не было. Он спал на первом. Ну, чувствует, что снимаю. Вот такой вот у меня кот. Любит, чтобы им восхищались. Да. Любит, да. Ой, да ты мой сладкий. Ну, ладно, девочки. Давайте вот напоминаю, как выглядит сэмплеровок. И уже, да, вернусь к вам с отчётом. То есть вот таким образом он сейчас выглядит. И покажу вам. Ну, тысячу аппетитов на сэмплере. Её хорошо видно. Итак, отчитываюсь. У меня даже не тысяча, а 1112 вышло с пететиков. Поэтому, да, вот мой штраф из пятисот крестиков, можно сказать, так, да, я сделала. То есть я вот вышивала фон. И вот солнышко. И здесь ничего не прибавилось. Это вот всё вот здесь вот. Все эти пететики набрались. Да, ну, а сейчас перейдём за стол. Я буду тянуть следующее задание. Конечно, мне очень нравится эта работа. Как она мне нравится. Её причём очень хорошо вышивать, когда вот уставшая, вот действительно уставшая. Когда вроде нужно вечер свой как-то вот, ну, занять, да. Не просто вот смотреть телевизор. Ну, а чтоб ещё и руки, как говорится, да. И если брать какой-то другой сэмплерок, там каунт поменьше. Там считать надо. А здесь, ну, во-первых, сага. Во-вторых, каунт. Ну, гобелиновая сетка 25-й, да, у нас. И сама схема, ну, прям гобелин. Этот сэмплер как гобелин. Вот идём, 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 идём. Вот так вот слева направо. Вот реально вот сейчас вот это вот всё, вот это вот всё. Это вот не считая вот этих двух усиков. Вот это вот всё. Это будет зашиваться зелёным ниткой фоном. Всё. Вот таким вот. Мне кажется, мне не хватит этих ниток. Я их покупала по схеме, как было сказано, да, моточки. Там, в принципе, в одну нитку крестиком. Но я, вот видите, я гобелиновым стежком две нитки. Гобелиновый стежок, он всё-таки, так как с обратной стороны, там другая, да, с курткой вот так вот идёт. Он подъедает, конечно, побольше. Но не знаю, посмотрим, пока я ничего подкупать не буду. Вот. А дальше будет видно. Пока, пока буду вышивать вот. Что есть. А дальше будет видно. Не хватит, подкуплю всегда. Смогу подкупить. Солнышко. Солмотеча. Прелесть, прелесть. Ну, а сейчас я отключаюсь. Перемещаемся с вами за письменный стол. И я буду тянуть ещё одно задание. Ну, здесь вот, видите, штраф. Пришлось нашивать штраф. Ну, не знаю я, где мне это хаки взять. Ну, вот, в принципе, вот похоже. Да, как на хаки. Вроде как. У меня даже вот на этом сэмплере, ну, тоже где-то там раскидано несколько. Не наберу. Просто не наберу. Ни на одной работе. Итак, выкидываю я 16-е задание, да, которое не смогла я выполнить без штрафа. Вот прямо написала, да, 16-й штраф. Здесь я выписываю, чтобы было 5 точно заданий, чтобы не запутся, не пересматривать все свои там съёмки. Вот, если задание невозможно выполнить, от штраф 500 крестиков на любом процессе. В общем, я так и сделала. Ладно, давайте. Следующий жалко, конечно. Ой, что я бы хотела повышивать? Я бы, честно говоря, я бы хотела повышивать либо вот этот сэмплер, либо вот этот. Прям вот очень хочу. Очень-очень-очень. Так, что-то я поймала. Что-то я поймала. Так, вот это убираем. Вот это уже начало развертываться у меня. 300 крестиков на домике. Ха-ха-ха-ха-ха. Я прям не знаю, вселенная меня слышит. Мне же надо домик. Мне же надо домик. Вот у меня домик, да. Прямо на самом домике-то у меня не будет 300 крестиков. Но у меня гора. И вот на горе, ребята, мне реально надо вышить много еще крестиков. Потому что, чтобы потом дальше пойти. Так, это у меня какой номер? 56-й. 56-й сейчас покажу. Поразительно, кстати. Сейчас собиралась взять вот эту работу, повышивать утром. Я ее хорошо по утрам только вышиваю. Потому что, ну, такое освещение. Замечательное. А это 40-й каунт. И ткань. Сейчас я вам скажу. У меня все записано. Да, работа, работа, работа. Вот она. Где мои работы. Сейчас скажу, как называется. Ткань. Конфедеранс Грей. 40-й каунт. И, в общем, так как зрение начало садиться. Ну, не 16. Чай уже, уже вот. А чучечки у меня теперь для вышивания. Рядом со мной всегда. Вот они. Ой, в общем, обсмеяться можно. Все, кажется, я же молодая. В голове-то мне еще 20, понимаете. А на паспорт посмотришь. Ой, 45. Ну, в общем. Собиралась я повышивать. Вот это как раз сейчас все убрала. Думаю, ну, я имею в виду многоцветку. Она занимает все-таки организация многоцветки. У меня такая мощная, скажем так. То есть, занимает место. Я уже в каком-то видео показывала. Поэтому, думаю, уберу, освобожу стол. Хочу вот эту работу взять, повышивать. И сейчас вытаскиваю. Как раз. Ну, просто замечательно. В общем, домик-то у меня сам вышит. Ну, тут же не сказано, что на самом домике 300 сделать. Именно на домике. Сказано, на домике. Это значит, на какой-то работе, где есть домик. Я понимаю так. 300 крестиков на домике. Буду здесь выполнять эти 300 крестиков. Вот они как раз наберутся. Вот мне надо вот эту гору зашить. Просто кровь из носа. Ну, она очень долго вышивается. А вот здесь, плюс ко всему еще, где овечки, здесь мелко крестики. Вот здесь между овечками. Здесь вот между овечками есть мелко крестики. И вот это, конечно, высчитываешь. Вот здесь вот. Вот эти вот мордашки у них мелко крестиком. И начинаешь высчитывать все, высчитывать. Ой, глазки в кучку. Ну, ладно. Отличненькое задание я вытащила. Просто вот отличное, какое я хотела. Хотела вот либо тот, либо тот сэмпляр повышевать. Буду вышивать этот. Итак, я вам напомнила, как он выглядит. И вернемся. Вернусь к вам ровно через минутку. Вернусь я к вам с отчетом. Мне нужно было 300 крестиков на домике. Но так как у меня нет никакого домика, на котором можно было бы выполнять крестики. Да, я взяла дизайн с домиком. О чем мы, в принципе, в предыдущем включении говорили. И я вышила здесь не 300, я вышила 860. То есть думаю, ну ладно, типа как будто и штраф вроде не на самом же домике я вышивала. Но осталось, я вот сейчас сделала выделение, посмотрела, сколько мне осталось вот в этом месте. Посмотрите, здесь еще 500 крестиков. Вот здесь. То есть я вот сегодня здесь повышивала. Ну, в принципе, включение только что было, вы можете увидеть. И здесь несколько листиков прибавилось. Все, я на сегодня закруглилась. Почему? Самое сложное для меня что? Это вот около овечек. Вот видите, где хвостик, где мордашки. Здесь мелко крестики идут. Я, конечно, я сглупила. Надо было не мелко крестики делать. Надо было делать просто петитики и все. Но почему я стала делать мелко крестики? Я вот сейчас вот сижу, думаю, Маша, а почему? И вот пока вот эту овечку вот вышивала, поняла, потому что сороковой каунт. И у меня проваливалась нитка, в одну же нитку вышиваю. Она у меня проваливалась между переплетениями. И она не вот так вот, да, не по дегонали она становилась, она становилась вот так вот перпендикулярно. И, видимо, поэтому, я так думаю, я не помню, честно, я поэтому стала делать крестик, а не мелко крестик, а не полукрест или бобелиновый стежок. Просто проваливалась, судя по всему, проваливалась. Ну, ладно, конечно, это удар для глаз. Вот сейчас вот я говорю, в принципе, можно было бы вот это вот все закончить и к вам вернуться. Но я поняла, что ну нет. Ну нет, сейчас пойду гулять с собакой долго-долго-долго. Дам нагрузку на мышцы ног, и пусть у меня мышцы глаз отдыхают. В общем, 56-ю, сейчас тяну последнее задание, да, в этой серии. И не знаю, что бы я хотела. Я, конечно, хотела бы гору дошить, вот честно говорю, вот гору бы хотела бы дошить. Так, что-то поймала. Что-то поймала, сейчас разверну. 200 крестиков травки, цветов. Ну, в общем, дошиваю я, короче, вот эту травку. Здесь, я сказала, 500. Здесь не 200, здесь 500. И вот как только я это дело закончу... Ой, ну это будет красота. Ну, вот смотрите, прям второе задание тяну. Второе задание озвучиваю, да, что бы мне хотелось. И мне прям фартовое. По-другому сказать не могу. Ну, ладно, давайте продолжу я. Ну, это уже завтра. Сегодня нет, сегодня все. Сегодня я вот... Сегодня я все. Ну, я вам сказала, здесь у меня вообще 500. Закончу вот это все. И приду с отчетом. Не буду я вылавнивать 200 и потом к вам приходить. Нет, вот все сделаю и приду. Итак, я к вам вернулась. Задание у меня выполнено. То есть, вот, все. Я с этой горой рассчиталась. Ну, конечно, гора, она прям... Она мощная, честно скажу. По крестикам, да, то есть, очень много всего здесь. И причем одной ниткой зашив. Тут, 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 тут. Так, теперь у меня осталось вот это дерево. И потом я смогу приступить вот к забору. Немножко переживаю с забором. В общем, рада безумно, что у меня последние два задания выпадали вот на этот сэмплерок. Просто безумно рада. Потому что на горе я подзависла. Ну, в принципе, все это и видели, что я прям подзависла на горе. Ну, ладно, буду монтировать сейчас и заливать. Ну, наверное, я еще посижу сегодня, повышиваю вот здесь вот. Хочу все-таки, раз он у меня пошел, хочу добить, добить листву.